В это жаркое утро четверга на пляже у стадиона Старт собрались команды школьников и гимназистов, чтобы определить, кто лучше управляет лодкой, дальше всех забрасывает средства спасения и быстрее всех бегает по песку. Ежегодно в канун Дня военно-морского флота ГИМС устраивает в Саранске соревнования для будущих моряков и спасателей. Несмотря на то, что в Мордовии нет своего моря, рек у нас достаточно, отметил на официальном построении Александр Романов. У нас водная акватория составляет около 1% суши. Это достаточно много даже в сравнении с другими субъектами Российской Федерации и Привозовского федерального округа, где есть большая вода. Тем более здесь у нас родина Ушакова. У нас много моряков, кстати, кто служил в военно-морском флоте. Очень много. И день военно-морского флота мы отмечаем всегда традиционно. Это ежегодные традиционные соревнования. Они вызывают большой интерес у ребятишек, участвуют команды, школьные команды. Вот эти традиционные виды соревнований способствуют повышению водно-спортивного мастерства ребятишек, отработке навыков по спасению. И, в общем-то, это большое, нужное дело и полезное дело. Через пару минут после приветственных речей участники отправляются на испытания. Всего в этом году на турнир по итогам Зорниц отобралось 6 команд. В том числе впервые отличились школьники из Лемберского района. В них участвуют только сильнейшие команды, которые были отобраны по результатам тех соревнований, которые прошли до этого весной, в начале лета. Вот к этим командам относятся команда школы номер 8, гимназии номер 12, лицеи 26. И вот добавилась команда районная, команда Атимарской средней школы Лемберского района. Вот эти команды будут разыгрывать между собой первенство. Вот видите, как болеют у нас спортсменов, которые соревнуются в гребле на лодках. Пока представители 8-й саранской школы показывали мастер-класс, как нужно управлять лодкой на скорость, команда из 12-й гимназии упражнялась с метанием спасательной веревки. Сейчас 19 метров, а в прошлом, буквально в июне, когда была Зорница, 16 с чем-то там. Уже в начале мая начинаются тренировки вместе с строевой подготовкой. И уже начиная с июня такие усиленные гребли, конец Александрова, то есть постоянно. По протяжению всего лета. Для поддержания спортивного духа, в первую очередь. А во-вторых, как уже сказали ранее, это традиция уже. Поэтому вот участвуем в соревнованиях всех командой. Несмотря на все старания Севы, его команда после трех испытаний смогла занять лишь шестое место. На третьем месте вторая команда лицея номер 26. Серебро досталось дебютантам турнира команде Атимарской школы. А на первом месте заслужены представители 8-й школы Саранска. Уже определился победитель, который поедет на Зорницу по Волжье. Это команда школы номер 8. Вот, под руководством Дугушкина и Жанна Вячеславовна, которые только что сейчас закончили соревнования по гребле и пошли на соревнования по подаче конца Александрова. Вот они поедут в Оренбург в сентябре месяце. Десять человек. Наших мордовских ребят и девушек. Алена Маскалева, Игорь Гангаев. Наш Новости. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова